Проектом Порта занималось долгое время только руководство компании, а затем проявил к ней интерес РФПИ, Российский фонд прямых инвестиций, организовал встречу с ведомствами, организациями, которые курируют строительство таких инфраструктурных проектов на территории Российской Федерации. И было принято решение создать общественный совет, это рабочая группа, которая содействует развитию и продвижению этого порта. Вообще генеральными инвесторами являются инициаторы проекта, они же и грузоперевозчики, обладают своей грузовой базой, обладают своими контрактными возможностями. Поэтому, несмотря на то, что в декларации есть разнообразные площадки для разного вида грузов, там есть несколько очередей строительства, и первая очередь, она будет удовлетворять потребности инициаторов проекта. Это зерно, растительное масло, шрот и генеральные грузы, строительные материалы, лес, металл. Полностью порт строится на частные деньги, и для того, чтобы не было у нас никаких сложностей с выделением федеральных денег, то мы с федеральным правительством готовим консессионное соглашение. Оно подготовлено, сейчас находится на утверждении. О том, что инвесторы, инициаторы проекта за свой счет и за счет привлеченных денежных средств строят объекты федеральной собственности, затем передают их государству. Такими объектами являются таможня, небольшой участок железной дороги. И в связи с тем, что это достаточно дорогостоящие, особенно железная дорога, объекты, то было принято решение именно на эти объекты, где гарантиями является возвратность от федерального бюджета инвесторам, то мы привлекаем соинвесторов. У нас есть презентация одной из компаний. Я думаю, если вам интересно, мы бы ее вам показали. Эта компания называется China Harbor и является крупнейшей в мире компанией, которая строит порты. В том числе они построили самый современный порт мира в Шанхае. Хотела бы сказать, что в нашу рабочую группу на самом деле потихонечку влилось большое количество наших земляков, которые живут на территории Москвы. Про Санжи Николаевича я уже сказала. Он большую поддержку и помощь нам оказывает. Также бизнесмены, которые работают в Москве, наши земляки, те, кто занимаются финансами. Я сама финансист, работаю с 1995 года в банковской сфере. Уже за это время наработала достаточный опыт, в том числе в работе с инвестиционными проектами, и в том числе в работе с инфраструктурными проектами. Один из наших партнеров нашей компании, Азовский морской порт, также является собственником международного глубоководного порта в Хайфоне, это Вьетнам. Один из самых глубоководных портов в мире сейчас. Также мой клиент. И, естественно, имея такой опыт, мы хотели бы попробовать хотя бы какую-то часть своих знаний приложить здесь, на родине. Понимаем, что это довольно сложно, но, тем не менее, настроены очень оптимистично и положительно. Я бы хотела передать слово Виталию Николаевичу. Это генеральный директор АО «Порт Лагань». Практически в течение двух с половиной лет он со своей командой делали сами эту работу без поддержки общественности и государственных лиц. И довел его до такой точки, когда он действительно стал интересным, к нему проявили интерес. И я думаю, что он лучше расскажет о том, что сейчас происходит, какие у них планы и перспективы. Когда мы встречались в Пекине 8 марта, у них нерабочий день, то мы встретились с одной компанией, со второй компанией, пригласили их на 26 апреля в Калмыкию, в том числе и в Лагань. Они дали согласие, но потом каждые из компаний раньше срока на две недели приехали в Москву, нашли нас и начали с нами сепаратные переговоры проводить. Хотя это государственные компании, мы предполагали, что они выполняют одну большую государственную задачу. Но на самом деле, каждый из них, выполняя большую государственную задачу, хотел опередить и стать работать с нами. Значит, сроки 36 месяцев. Вот я, многие, может быть, читали, там, Витартас, еще кто-то, они немножко... Когда мы встречались с китайской стороной, вот, то у нас именно по срокам строительства были очень серьезные разговоры. Директор департамента, директор компании, которая занимается строительством промышленных объектов, в конце дня наших переговоров он сказал, помните такую передачу, да? Угадай мелодию с трех нот. Вот на двух нотах все застроют, да, как правило. С одной нотой никто не может угадать. Так вот он сказал приблизительно то же самое. Он сказал, да, вот эти сроки... А я постараюсь за год построить, в первую очередь, и в вторую очередь за год. Лагань знаю не понаслышке, да, мало того, что я здесь родился, я просто общался с геологами. Вы все знаете, да, Калмыцкая нефтегазоразведочная экспедиция. Тут много ребят работало, Василий Роменский. Кроме того, я общался с машзаводом в свое время и знаю, что здесь много квалифицированных рабочих есть. И вообще Лагань является таким производственной столицей Калмыкии. Я думаю, что вчера как раз мы разговаривали, лаганцы говорили вечером о том, что было бы хорошо, чтобы эта слава вернулась. И я вам сейчас объясню, что такое порт. Порт это не только перевозка грузов. Так вот, значит, лагань в принципе может стать той структурой, где из-за наличия элеватора сразу же возникает необходимость использовать отходы зерновой переработки. Это означает комбикормовый завод. Если будет комбикормовый завод, значит, не надо возить этот комбикорм черти куда, да? Надо ставить откормочник. Если есть откормочник, то надо ставить сразу бойню, а еще лучше мясокомбинат, который перерабатывал бы все вплоть до костей. Шкуры, шерсть и так далее. Дело в чем? Дело в том, что мясо, все знают, да? Два года карантина привели к тому, что наши многие фермеры еле-еле выживать стали в те времена. Потому что наложили карантин. Карантин наложили, еще раз наложат карантин. А экспортный вариант, потому что, чтобы мы не ходили на те рынки. А если у нас будет экспорт, а экспорт в те страны, калмыцкая говядина, калмыцкая баранина, это самая настоящая халяльная пища, которая будет востребована. Пусть мы не будем продавать за 400 рублей, да? Пусть это будет чуть дешевле, но это будет дороже, чем на рынке, которая здесь рядом под боком. И это приводит к тому, что фактически многие привязанные структуры будут действовать дальше. А при строительстве канала, это уже отдельная тема, потому что я почему ее не касаюсь, потому что там привлекаются государственные средства. Даже не государственные, а межгосударственные средства. И здесь я как бы нахожусь в стороне, я не могу знать той информации. Вернее, я знаю эту информацию не в той степени, в которой я могу говорить. А что касается порта, структуры этих, я здесь четко владею ситуацией и информацией. Могу сказать, что в принципе все вот эти структурные подразделения, которые будут работать рядом, это будет тоже строиться за счет частных инвестиций. В принципе все готовы к этому. Начать хочу с такой, может быть не очень приятной для нас всех информации, а ситуации в целом в Калмыкии. Знаете, что регион у нас является одним из самых отсталых по социально-экономическому развитию. И вот недавно в феврале 2019 года РИА Новости выпустил рейтинг глобальный такой, там по 70 показателям разным, там уровень жизни, там налоговое поступление и так далее, и так далее. И вот мы оказались на 81 месте из 85 субъектов Российской Федерации, которые оценивали. И как бы возможные пути улучшения экономической ситуации в том числе является использование нашего потенциала транспортно-логистического. У нас уникальное место, вот там такое географическое положение Калмыкии в целом и Лагани в частности. Виталий Николаевич рассказывал, и вот одним из таких драйверов развития Калмыкии является проект морского порта Лагань. В целом суть проекта является морской порт Лагань, создается с целью более интенсивной интеграции Калмыкии и Российской Федерации в мировую транспортную систему, мировой товарооборот, в том числе со странами и Каспийского региона, и Ближнего Востока, и Азии. Дальше, дальше, то есть как бы это не только получается страны Каспия, о чем тоже Виталий Николаевич рассказывал, это дальше Индия, Китай, Монголия, то есть и в том числе и эти страны. То есть, ну как бы, если по пунктам, вот, первое, это удовлетворение текущих потребностей просто внутри Каспийского региона. Сейчас существует дефицит в современных инфраструктуре портовой, в том числе и по торговле между Российской Федерацией и Ираном, и другими странами. Второй пункт, это в том числе, это более дальние, создание транспортных коридоров с более дальними странами, это Индия, Китай. И, соответственно, это развитие международных транспортных коридоров север-юг, то, что, опять же, рассказывали, это страны Балтии проходят через Россию, там Санкт-Петербург, Москва, идут через Каспий, Иран и дальше в Индию. Так и транспортный коридор Восток-Запад, соответственно, происходит из Китая, товары в Европу ведут, через Монголию, Казахстан. Параметры проекта, ожидаемый грузооборот при полной загрузке порта ставит 22,5 миллиона тонн. Из них зерно 8 миллионов тонн, растительное масло швот 1 миллион тонн, фрукты, овощи 1,5 миллиона тонн, генеральные грузы 2 миллиона тонн и контейнерные грузы, это перспектива, 10 миллионов тонн. Также планируется в порту построить три терминала. Первый – это, соответственно, генеральный грузов, второй порт будет зерно, растительное масло швот и третий – контейнерные. Еще одним моментом порта будет создание новых новых рабочих мест. При этом морской порт сам по себе интересный инвестиционный проект, но это также будет являться неким драйвером для развития других проектов инвестиционных, в том числе пломышленного логистического кластера, включающего логистический терминал, предприятие по производству и хранению зерновой продукции, растительным маслом, нефти и нефтепродуктов. Это еще больше товарооборот, еще больше рабочих мест, еще больше налоговых поступлений в бюджет региона и страны в целом. Про текущий статус проекта, опять же, сказали, что подготовлена концепция по строительству портала Гань совместно с Союз Морни и проектом. Выделен земельный участок площадью 2000 гектар в аренду на 49 лет и проведены ряд встреч с потенциальным соинвесторами китайскими, о которых тоже рассказывали. Ну и вот финансовые параметры проекта. Общие затраты составят порядка 41 миллиарда рублей. На текущий момент такие цифры. Это с НДС, затраты капитальные. И показатель проекта, не знаю, если кто-то знаком с инвестиционным анализом, вот IRR 12,8%, NPV 5,2% и окупаемость порядка 12 лет. Но все инфраструктурные проекты, они не имеют такую высокую доходность, это как бы известно, они имеют долгий срок окупаемости, но при этом они как бы являются таким неким такой базой для развития более таких интересных коммерческих в том числе проекта. Ну и он, как видите, там все равно окупаемость есть, 5,2 миллиарда рублей, это окупаемость проекта за этот период. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok